витаю дорогие украинцы находимся на предприятии заработной создано стеки дворе это сейфе компании монолит в частности сегодняшняя тема прямого эфира это отделка дверей у нас есть список вопросов которые задали наши подписчики а также принципе мы такой написали список на скорую руку часто задаваемых вопросов связанных с отделкой входной двери чьи входы тёздоблення у вартисть дворей вопрос задавался нам поэтому входит ли отделка стоимость наших дверей до отделка выбрана наиболее рациональная это мдф накладки 16 миллиметровые которые дальше мы рассмотрим что эти мдф накладки дают поэтому до стоимость наших дверей входит отделка чего рта встановлю эти двери за сдобленням як ща щей до ремонт че краще поставить двери а потем после ремонта встановить и оздоблення я бы ответил на вопрос так что лучше установить дверь когда уже грязные работы проведены после этого установить скажем так дверь с отделкой и хорошо ее упаковать но это было бы самый лучший вариант но отделку можно установить и после уже когда будет меблироваться квартира который совсем чистой работы будет можно будет потом установить отделку и так больше не к ремонту относятся такие случаи каком этапе ремонта бывает так что допустим непонятно как какой будет дизайн внутри квартиры примеру люди хотят вот этот момент с внутренней отделкой двери отложить до того момента когда у них уже будет понятно какой будет цвет стен какой будет цвет межкомнатные дверей и какой цвет пола потолка и уже вот именно владеет всей информации уже более точно подобрать внутреннюю отделку до в таком случае я поддерживаю установить дверь без внутренней отделки но либо принципе без внутренней без наружной почему потому что чтобы установить внутреннюю отделку в конструкции наших дверей, то нужно снять наружную отделку, крепить внутреннюю, то есть дверь тогда уже проще установить вообще без отделки, в металле так называемом, при этом уже будет готовая рама, полностью будет выгрунтована, выкрашена, торцы двери, замки, вся защита будет уже установлена, и только после, уже на завершающем этапе ремонта, установить декоративную отделку на дверь. Такая опция, она возможна, и периодически такую опцию заказывают, оплатив время дополнительное, монтажников, можно установить отделку, скажем так, после ремонта, но это, как правило, на завершающем его этапе. Можно замол это сдобление с деревом, безусловно, можно, натуральное дерево, оно, безусловно, во все времена имело привлекательный внешний вид, ну, с какой-то степени практичность, подчеркивало, скажем так, статусность, натуральное дерево без проблем можно заказать, мы знаем очень профессиональных столяров, которые делают качественно, но стоимость качественной деревянной отделки, она высокая. Деревянная отделка, на самом деле, будет стоить где-то порядка тысячи долларов одна сторона, одна только панель, допустим, внутренняя панель из дерева. Почему так? Допустим, деревянная дверь, когда делается, к примеру, деревянная, межкомнатная, то это, как правило, ну, минимум 40 миллиметров ее, как бы, толщина. Набираются доски, там, 45-миллиметровые, прогоняются в станке, выравниваются до ровных 40 миллиметров, потом там обклады какие-то накладываются, она лакируется. На 40 миллиметрах она имеет уже жесткость, хорошую, очень высокую жесткость. Даже если какие-то части деревянной двери были, там, недостаточно высушены, неравномерно высушены, то, в целом, как бы, вся межкомнатная дверь критических деформаций не будет таких, чтобы стала очень кривая, косая, то есть, полопалось, разошлись соединения, она, как бы, в целом выдержит. А накладка для металлической двери, это толщина, там, ну, условно, 20 миллиметров, два раза тоньше. То требование, допустим, уже, чтобы сделать вот такой обклад деревянный, то здесь уже требование к дереву, на самом деле, подбирать очень правильно, очень тщательно нужно, чтобы оно было высушено достаточно, чтобы потом это все не порвалось и не появились щели. Поэтому деревянная накладка на одну сторону двери металлической, толера, так говорят, что это примерно стоимость, как целой межкомнатной двери. Можно замовывать двери, взагали, без уздобления? Так, случайно, можно двери без уздобления. Мы, в принципе, начали с этого вопроса, когда можно заказать дверь в металле, потом на нее закрепить отделку. Я упомянул то, что если дверь будет в последствии, как бы, планироваться отделка, то это нужно предусмотреть. Должна отгрунтованно покрашена уже качественно быть рама. На металлоконструкции самого полотна двери уже должны быть качественно покрыты торцы двери. Почему? Потому что потом это делать очень сложно, очень сложно. И даже, скажу больше, потом это сделать уже настолько качественно, как в цеху, будет сложно. Поэтому закрепить, скажем так, накладки дверные, мебельные, деревянные, по месту это вполне возможно, это допускается, это абсолютно будет технологично. А если по месту красить раму, по месту делать торцы, то это не то качество будет. Поэтому без уздобления можно, но нужно понимать, что дверь без уздобления, это никакой антикоррозионной, никакой стойкости нет, внешнего вида у нее никакого нет, звукоизоляции нет, ну и так далее. Поэтому дверь без отделки можно, если нужно. Следующий вопрос. Собака, да. Собака как бы, ну что касается домашних животных, нужно это учитывать. И есть определенные варианты отделки, которые, назовем их так, более антивандальные. И на них даже если вот эти вот собака будут царапаться, выходить, ну проситься там выходить. Все эти как бы следы, они будут либо вообще незаметны, вообще незаметны, либо они будут слабо заметны, не будут бросаться в глаза. Ну а все остальное, это там если дети ее обрисовали, там залапали, скажем так, жирными руками, то это все моется, все как бы подлежит уходу. 99,9% отделки это, ну которую вот мы ставим на наши двери, это отделка, которая подлежит мойке, чистке. То есть на ней стараемся, ну как бы люди, людей предупреждаем, что та или иная отделка на ней лучше, скажем так, она более устойчивая. И на ней меньше, скажем так, видно все, на какой-то больше видно, и там скажем так, слегка прикоснувшись уже на ней какие-то следы, вы сами выготовляете оздоблення. Смотря какое, смотря какое, то если это мебельные фасады МДФ, то мы обращаемся в мебельную компанию, мы заказываем под наш размер. Поэтому, как правило, заказываем вот мебельная компания, которая в состоянии это делать качественно, постоянно и предсказуемые сроки. Сколько часу выготовляется оздоблення? По-разному, но рекомендуемая МДФ плита около недели, то есть срок изготовления около недели с момента, скажем так, заказа, затем там поступают пленки, заказываются, поступают пленки, затем там какая-то подходит очередь, забираем, ну около недели, скажем так, в среднем. Некоторые варианты отделки можно сделать за один день. Это, допустим, там такое, как совсем аскетичные варианты отделки, это кожезаменитель, либо это в грунт покраски, какой-то технический вариант двери. Это можно, в принципе, за один-два рабочих дня можно, и такой вид отделки бывает. Крашенные МДФ фасады, ну мебельные фасады крашены, они изготавливаются порядка двух с половиной недель, потому что там есть этапы, чтобы их выготавливали, этапы, что их грунтуют, оно сохнет, красят, сохнет, то есть там это порядка двух с половиной недель, крашенные фасады. Ну а если брать такую отделку, как натуральное дерево, то там порядка месяца, то есть порядка месяца делаются деревянные фасады. Но это, опять же, в среднем бывает и дольше. Также, если, допустим, брать эксклюзивные, скажем так, варианты отделки, такие как натуральный камень, то там еще это будет дольше, потому что, ну, обработка камня, это еще более сложная операция. На якому этапе выглотовление дворей, сдобление мая будет узгоджено. Лучше всего, когда на этапе заказа дверей, получается, отделка, она утверждается, и уже тогда, как бы, ну, по срокам оно идет более предсказуемо, потому что уже там наперед какие-то заказываются пленки. Лучше, когда на этапе заказа двери, на внесение аванса и так далее. Если уже, как бы, совсем разобрать это все по полочкам, то первым этапом делается металлоконструкция двери. Ну, соответственно, врезаются замки, защиты. Все это делается первым этапом. И это, как правило, занимает порядка недели в среднем, вот, срок изготовления металлоконструкции. Это я к тому веду, что до того момента, пока не будет металлоконструкция, как бы, полностью завершена, никаких, как бы, отделка, она не начинает делаться. Поэтому, если надо какое-то время выгодать, то есть неделя-полторы, пока делается металлоконструкция. Уже после того, как металлоконструкция готова, уже по этим размерам заказывается мебельный фасад, либо деревянный фасад, либо каменный фасад. Уже только после того, как, когда полностью завершена металлоконструкция. Это неделя-полторы. Нужно ли повторять отделку от застройщика? Да, сейчас очень часто, что застройщик строит дом, ставит туда свои двери, сдает квартиры. И заказчики в некоторых случаях подписывают договор. Единый пункт этого договора, что внешний вид двери, он не должен был быть изменен. Так, чтобы не пестрила у того синяя дверь, у того черная, у того белая. Так, чтобы были одинаковые. Ну, можем ли мы ее повторить? Скажу честно, еще ни одного не было жилкомплекса, в котором мы не могли повторить внешний вид к двери с внешней стороны. Это все достается, все это повторяется в точности. Когда это 100% надо, мы полностью повторяем внешнюю отделку двери в таких жилкомплексах. Какая отделка дает лучшую или худшую звукоизоляцию? Если это покраска, это самая худшая звукоизоляция. Если это кожезаменитель с какой-то хотя бы уже там поролоном, либо опять же с тем же звукоизолятором, это уже чуть лучшая звукоизоляция. Если это МДФ плита 16-миллиметровая, это еще лучшая звукоизоляция. Если это МДФ плита еще и с слоем звукоизолятора, то это максимум, чего можно добиться от отделки. Вот этот момент всегда нужно говорить людям, которые хотят заказать дверь, к примеру, с отделкой покраска. Я там не хочу, чтобы там с внешней стороны дверь вызывала какой-то интерес, вот она пусть будет там покрашена. Мне как бы это все устраивает. Безусловно, устраивает. Вопрос того, что будет или она больше вызывать или меньше внимания, это, кстати, тоже отдельный вопрос. А то, что звукоизоляцию, как бы у покраски добиться звукоизоляции, намного хуже будет звукоизоляция у двери. Если бы у нее была, к примеру, с внешней стороны вместо покраски была 16-миллиметровая панель МДФ, либо, как, допустим, в наших моделях дверей, то 16-миллиметровая модель МДФ, и в нее уже интегрируется спененный полиуретановый звукоизолятор, который еще в несколько раз повышает, как бы, звукоизоляцию одной только внешней панели. А внешняя панель, я имею ввиду отделка, внешняя отделка, это как раз та вся площадь, ну, практически вся площадь дверного полотна, на которую сразу попадает звук на нее. Уже затем, он там, если эта отделка была, а если она еще была с дополнительным звукоизолятором, уже поглощается отделкой, и уже только после этого попадает на металлоконструкцию. В металлоконструкции понятно, там все это забито ватой, на вате там ничего не сэкономишь, но забить вату или там пенопласт или пену, и нет внешней отделки МДФ, то звукоизоляция будет в разы хуже без внешней отделки, даже хотя бы это 16-миллиметровый МДФ. Если это будет 16-миллиметровый МДФ еще с дополнительным слоем звукоизолятора, хотя бы 5-6-миллиметровым, то это еще будет гораздо выше звукоизоляция. Что некоторые считают, что отделкой можно как бы оттолкнуть воров. В общем так, ну вот это как бы, ну на самом деле, роскошная отделка, да не, не. Вот ну что самый как бы парадокс, то наверное сам, ну вот я сколько замечаю, самые роскошные отделки, ну на самых, ну как это подобрать слово, на самых дешевых дверях, неправильно будет сказать, но на самом деле, чем дешевле дверь, тем роскошнее отделка. Может ли привлекать? Нет, не может. Абсолютно. Это ну вообще как бы в 90-х годах, может быть да, там или еще во времена там Советского Союза, во времена Совка, может быть действительно роскошная отделка, она и привлекала домушников. Когда по сути все двери имели одинаковую защиту, ногой ударил дверь, она как бы и открылась. Домушники только и ходили, что выбирали, да, у кого по роскошнее отделка, по той двери ногой ударили и зашли. По вот взломостойкой двери, по любой, то есть ну какую-то отделку туда не поставь. Если это домушник, ну если это не какой-то там наркоман, который что им движет, непонятно, то он там по отделке будет ходить выбирать, то он ей от двери вообще ничего не сделает, но он ее там отделку эту роскошную повредит. А домушник никогда не выберет, ну взломостойка, какая бы на ней не была отделка, он ее просто-напросто не выберет. Не выберет по той причине, потому что двери взломостойки, даже в статистике, если взять вот эту статистику по квартирным кражам, все что участвует в квартирных кражах, это вот эта вся мишура получается. Начиная там от вот этих деревянных дверей, которые ногой ударил, закрылась, продолжая вот этими дверями от застройщика, дверями вот эти, которые по 10 тысяч, то есть с роскошной отделкой и по 25 тысяч с суперроскошной отделкой и с итальянскими названиями замков. То есть вот эти все двери, домушники выберут. Они их выберут, почему? Потому что это предсказуемый результат, абсолютно предсказуемый результат. То есть ты понимаешь, ну какой будет результат. Когда ты смотришь на взломостойку дверь и определить ее, ну домушник, он может по ряду факторов, он уже, ну так или иначе он поймет. С непредсказуемым результатом домушник уже не будет этим заниматься. Поэтому вот эти двери, которые там выбирают по отделке и ломают, такого вообще не бывает. Скажите, пожалуйста, а если использовать звукоотражатель как звукоизолирующих в студиях конусы? Вот эти конусы в студиях звукозаписи, они не обеспечивают там какую-то сверхзвукоизоляцию, то есть они его поглощают. Звукоизоляция добивается другими материалами, а конусы уже как бы не переотражают звук, и его можно как бы получить эталонного качества, чтобы не было никаких искажений звуковых. Это когда вообще от комнаты требуется получить звук, ну никак не искаженный, поэтому конусы это больше для того, чтобы не искажать звук. В двери, честно скажу, что эти конусы не особо. Если это будет там 10 миллиметров или 20 миллиметров спиненный полиуретан, это будет в десятки раз выше звукоизоляции, чем это будет там 20 миллиметровые поролоновые конусы. По вот этим материалам я очень много интересовался и интересуюсь, чтобы максимально, то вот у звука есть там высокие и низкие частоты, там средние, то есть и каждый материал как бы может ловить звуковую частоту. Если это низкие частоты, то это надо максимально мягкий образный материал, если это высокие частоты, то это максимально твердый материал, ну относительно максимально твердый. Шумоизоляция, она как бы и добивается вот этой комбинации этих материалов. То есть, ну, сама металлоконструкция, ну, это материал реально, то есть, ну, очень жесткий. То есть, и какую-то часть звуковых частот, она хорошо сама по себе металлоконструкция поглощает. Вата поглощает такие низкие частоты, ну, вот эти вот вибрации, которые уже может создавать сама металлоконструкция. Ну, вот есть вот универсальные материалы, это, как я, опять же, уже десятый раз в этом видео повторяю, спиннинг и полиуретан, это материал, который вот, ну, очень хорошо звукоизоляция, вот как раз в тех звуковых частотах, которые вот нас и окружают, по большому счету. Это речь, там, это электроинструмент, то есть, вот этот материал очень хорошо снимает, при условии того, что этот материал наклеивается на жесткую какую-то основу. Либо это металлоконструкция, либо это МДФ-накладка, потому что МДФ-накладка сама по себе, ну, относительно жесткий материал. Так, следующий вопрос. Какая отделка дает лучшую теплоизоляцию? По теплоизоляции вообще здесь, вот в чем разница между звукоизоляцией. Теплоизоляцию сам по себе даже дает воздух. Чем больше плотность, тем больше теплопроводность. Если говорить о идеальных теплопроводностях, это, там, как алюминий проводят, идеальный теплопроводник. Если сделать, скажем так, отделку наружную из алюминия, то, ну, по сути, какая температура будет попадать на эту отделку, и такая же температура будет с этой стороны, как бы, заходить. Но при этом, если такая же толщина, это будет отделки МДФ, там, 16-миллиметровый, то это уже будет, ну, в десятки раз меньше теплопроводность. Сам по себе МДФ это уже хороший теплоизолятор. При этом, если это будет еще воздушная прослойка, ну, очень низкую МДФ теплопроводность, если он не циркулирует. Вот спиннин, вот эти материалы, теплоизоляторы, они основаны на том, что они в себе заключили воздух, который не циркулирует. Это пенопласт, полистерол, спиннин и полиуретан. Теперь, поэтому, подытожу то, что какая отделка дает лучше теплоизоляцию. МДФ дает неплохую теплоизоляцию, дерево дает неплохую теплоизоляцию. А если это все дополнить еще дополнительными слоями вот этих современных, назовем так, теплоизоляционных материалов, то это будет самая классная отделка. Вот у нас, допустим, уличные двери, монолитермо. На этих моделях дверей сразу же идет наружная панель, 22-я толщина, у которой часть, значительную часть этой толщины занимает теплоизолятор сразу, который уже интегрирован в панель. И внутренняя панель, 26-я панель, в которой 10 миллиметров теплоизолятор уже сразу же интегрирован в панель. То есть мы получаем там порядка полутора сантиметров теплоизолятора и трех сантиметров МДФ. То есть это само по себе, если вот это все собрать, это будет очень серьезный такой сэндвич, который будет иметь низкую теплопроводность. Самая дорогая отделка. Ну как самая дорогая отделка? Ну из того, что как бы приходилось делать, ну делали как бы и медные, получается, отделку делали. Ну это вообще не дешево, как бы медную отделку. И нержавейка отделка, это тоже недешево, то есть и там как бы стекла, которые там каленые. Самое дорогое, ну не знаю, ну на мой взгляд, ну как бы самый дорогой материал отделки, это одно. Ну насколько ты тщательно этот материал обработаешь, ну и насколько он сложен в обработке, ну и какой результат будет с этим. Ну понятно, если взять там просто кусок там нержавейки образно, там ножницами по металлу вырезал, как бы прикрепил на дверь. Но то, что это как бы нержавейка или это будет лист серебра или лист золота, ну как бы материал будет самый дорогой, но как бы работы, которые с ним проделаны. В моем понимании, дорогая отделка, это когда и материал дорогой, и как бы работы, ну которые были с ним проведены, они этот материал как бы не обесценили, а только как бы открыли весь потенциал этого материала. Камень мне нравится, мне нравятся вещи, которые делаются образно на века. Отделка из натурального камня, то есть это отделка, которая абсолютно ничего не будет. То есть, ну в моем понимании, это дорого на очень долго, но опять же, это все обработка, как начиная от подбора этого камня, продолжая обработка этого камня и заканчивая колоссальными вообще усилиями, которыми надо для того, чтобы это все закрепить, для того, чтобы эта дверь выдержала эту всю отделку. То есть, вот это все как бы цепочка, да, это в сумме выходит очень дорого. Поэтому отделка из натурального камня, ну одна из самых дорогих отделок. Я безусловно, натуральное дерево сказал, это не дешево, то есть, ну естественно, если взять какое-то там красное дерево, железное дерево и так далее, то там вообще как бы, ну натуральные какие-то венги там вот эти, ну там понятно, что стоимость этого дерева одного только материала, и соответственно эти материалы не очень сложные в обработке. Это, ну это даже не как дуб, это, ну это дерево, оно там в два-три раза плотнее, чем дуб, поэтому безусловно, из натурального дерева тоже, ну можно делать очень дорогую отделку. Ну, на мой взгляд, камень одна из самых дорогих. Самая дешевая отделка, ну конкретно у нас, допустим, это называется грунт-покраска, такая отделка под дальнейшую отделку, то есть, ну назовем это, когда еще будет там еще не скоро, еще там когда-нибудь это все там обошьется, обделается. Грунт-покраска, самая такая из распространенных, самая дешевая отделка это кожезаменитель. Почему не покраска кожезаменитель? Объясню почему. Вот я как бы вынес вот этот момент покраски немного. Покраска это, ну допустим, если дверь там вот, а почему там дверь стоит там, я не знаю, там 10 тысяч гривен, она же покрашенная, ну соответственно люди думают, что это самый дешевый как бы способ отделки. Допустим, на тех дверях это так, на дверях там за 10 тысяч гривен, у которых ни одного ребра жесткости, там никаких замковых усилений, ничего нет. Там да, действительно, то есть, там как бы ровный лист, который, скажем так, покрасил, все, его не надо не защищать, ну просто протер его растворителем, покрасил и он готов. Допустим, в нашей двери, ну если вы посмотрите на нашем ютуб канале видео в металле, когда двери, ну вы посмотрите, что находится как бы в этом полотне двери, какое количество ребер жесткости, какое количество сварки, вот этих сварочных соединений. Потом, если кто-то задумается, какое, какие поводки сварочные после такого количества сварки идут, ну насколько большая деформация, нетрудно догадаться, что это все надо теперь зачищать, выготавливать, зашпаклевывать, слой шпаклевки снимать, опять шпаклевать, грунтовать. Как образно, вот автомобиль после ДТП, вот его пожмакали, что лист бумаги помяли, вот как его, скажем так, покрасить, ну если его просто покрасить, ну вот это пожмаканный лист, ну вот то же самое будет и с дверью. То есть, ее надо выготовить и по сути времени, ну человеческого времени и опыта на это надо, такое количество, что это примерно будет сумма, если заказать мебельный фасад МДФ. Поэтому, стоимость качественной покраски, вот такой конструкции, как у нас, ну чтобы это не выглядело как пожмаканный лист, а вот чтобы выглядело как покраска автомобильная, то это стоимость МДФ накладки. МДФ накладка, она даст дополнительную звукоизоляцию, а покраска она не даст дополнительную звукоизоляцию, при этом они будут, как бы бюджет эти двери одинаковые. Поэтому, покраску в наших дверях нельзя назвать, как бы самая дешевая, поэтому самая дешевая это курзан, дермантин, да точно, спасибо большое за подсказку, так и есть, да, дермантин. От слова, так, значит самая антивандальная отделка, правильный подбор пленки, это МДФ, покрытый правильной пленкой, то есть есть варианты пленок, которые в свою очередь, как трудно поддаются тому, чтобы их повредить, так и на них, кроме этого, еще и не видно, даже если он поврежден. Поэтому, ну, это для реальных. Ну, а если, как бы, таких уже брать какие-то космические, скажем так, ситуации, когда, я не знаю, там будут ходить топором тесать, я не знаю, это, то для такого надо выбирать отделку, которая дешевле всего восстановить, то есть это какая-то там грунт покраска. На самом деле, да, чего только, как бы, не было, да, делались, приходилось двери делать, когда у человека, скажем так, сосед, у соседа есть справка, как бы, все у него, его, как бы, определили невменяемым, но при этом он может жить, как бы, спокойно жить, то есть у него есть квартира, там, я не знаю, с кем-то он живет, либо сам. И вот у него находит, и он берет топорик и ходит, скажем так, ну, по подъезду, ходит с топориком, там, провод отрубит, там, дверь, как бы, порубит, там, замок ему-то выковыряет, ну, и так далее. То есть, поэтому, уже несколько раз страдала дверь. Поэтому, скажем так, человеку подобрали, ему пришлось, скажем так, пожертвовать шумоизоляцией, то есть там МДФ он, как бы, не рассматривал, пришлось сделать дверь в металле и, скажем так, под грунт покраску, то есть так, чтобы он и мог восстанавливать, как у него, скажем так, уже подвергалась его дверь к атакам соседа, либо не подвергалась, ну, то есть он взял с собой сразу же на подкраску, то есть, ну, вот такая, как бы, ситуация. Также были ситуации, когда, ну, частный дом, много собак, и вот, получается, ну, и они там, ну, настолько, как бы, любят и постоянно лезут, то приходилось, как бы, с нержавейки крепить пластины полностью, как бы, на большую часть двери. Ну, внешне это, безусловно, выглядело странно, но при этом хотя бы, то есть, ну, ничего они не раздирали, не надо было красить, так как, повторяю, эта улица, скажем так, даже если применить покраску, то все равно ее подерут, это будет ржаветь, поэтому лезть нержавейки крепили, вот так вот, как бы, выходили из положения, ну, и там, на самом деле, как бы, много было разных таких очень нестандартных решений. Опять же, были заказчики, у которых питбультерьер, он у них там ботцовский, когда мы забирали, ну, демонтирую старую дверь, она была в клочья разорвана, там был дермантин, он был в клочья разорванный. Человек заказал МДФ с максимальной, там, пленкой, которую я ему порекомендовал, контивандальной, не знаю, то есть, он не обращался, но просто в ходе разговора, и, ну, и он мне даже показал этот, вообще, что у него, он живет на первом этаже, это в Борисполе, я хорошо запомнил, и, то есть, он показал, как у него эта собака разорвала балкон, то есть, ну, она, получается, ну, не просто, как бы, дверь, ну, может разорвать, она у нее разорвала балкон, и там балконы сделали из профнастила, то есть, ну, какую-то сеточку и профнастил, так вот, эта собака полностью в клочья разорвала этот профнастил, она его разрызла, разорвала, то есть, и они там вот его латали несколько раз, она его просто разрывает, самая непрактичная отделка. Вот эти вот, как бы, нежные цвета пленок, вот эти, эти софт-тач, они такие, как бы, ну, чуть прикоснулся там, но, опять же, когда уже ремонт закончен, то, как бы, ну, у заказчиков, ну, не такие грязные руки, как у строителя, поэтому на них следы от грязных рук не остаются, а вот, допустим, такие, как зеркало, к примеру, ну, на мой взгляд, такое, как бы, отделка, как зеркало, непрактичное то, что там остаются, как бы, отпечатки какие-то, ну, опять же, это если там ребенок будет, как бы, его, скажем так, постоянно дотрагиваться, ну, я сам по себе знаю, что ребенок, ну, любит к зеркалу прикоснуться, а с другой стороны, ну, что может быть практичнее, зеркало в двери, то есть, вышел, посмотрел, пошел, поэтому, ну, непрактичное даже, ну, не знаю, так как бы ничего не приходит как говорится умного в голову значит так самое удобное в уходе отделка мдф самый удобный фронта его как бы побрызгал протер то есть фронт он служит как и антистатик меньше как бы пыли на него ли притягивает также фронту как бы вычищает очень хорошие не вычистящие свойства поэтому думаю мдф самое неудобное в уходе отделка непрактичная отделка это получается иногда иногда люди хотят допустим внутреннюю панель внутреннюю отделку они хотят покрасить ставится влагостойкий мдф грунтуется и его просто-напросто маляра красят весь коридор и также красят получается вот эту внутреннюю панель но на мой взгляд это непрактично через несколько лет эксплуатации но не был на таких заказов поэтому не знаю но все равно в районе ручки в районе барашка замка то что вы закрываете поворотника замка то как бы ну там все равно будет и ореол и так называемые ну там готовишь на кухне пример как бы идешь открываешь но не всегда есть возможность как бы идеально там вымывать руки полоснул пошел но все равно как бы вот эти моменты не могут отпечатывать но это просто речь идет не в одном касании это речь идет о долгих годах эксплуатации поэтому в такой перспективе это на мой взгляд непрактично красить внутреннюю панель влияет ли отделка на защиту значит вот это тоже такой как бы миф такое даже получается такой слух был запущен что отделка влияет на защиту но опять же слух был запущен что отделка влияет на защиту взломостойкие двери это вот одним из производителей за высокие двери была запущена отделка и 7 df накладка то это как бы дополнительная защита и аргументировалась это вот такими каким-то способами мешало там глубже стоит как броненакладка. При этом эта броненакладка там в общем сейчас речь не об этом. Скажу так, во взломостойких дверях, особенно высоких классов взломостойкости, отделка практически не влияет. Почему практически? Я сейчас объясню почему. Если по дверям, которые вообще, скажем так, ну вот эти вот, то что я говорю, что там непонятно, есть ли с металла в них. Если это, скажем так, дверь, вот эти, которые непонятно стоят вот эти вот, да, с роскошными отделками там со всеми роскошью там вот такие толстые могут показаться при этом ее берешь вообще не поймешь ну если у нее какой-то вес либо нет соответственно там если нет но есть двери которые да даже вообще не имеют листа металла то такое но в такой двери до отделка она реально обеспечивает дополнительную защиту поэтому и чем ниже защита двери ну класс защиты двери тем больше влияет отделка наверное уровень защиты вот и в моем понимании повредить отделку да это не вопрос то есть отделка дверь в целом сделано так чтобы все предусмотрено на ближайшие 15 лет которая вот она должна быть актуальна через 15 лет и соответственно все что с ней случится должно подлежать вот допустим как вот такое как повредили отделку но должно подлежать заменит это без проблем это все делается там течение но подготовительные до процесс будет порядка неделя а вот именно замена отделки на новую то это получается полдня займет